Всем привет, с вами Лара Шум, коуч по актерскому мастерству, действующая актриса кино, а сзади меня стоит... Кажаев Сергей, режиссер театра и кино. Вот, ну он умеет говорить, поэтому он у нас и представляет сам себя. Так, друзья мои, мы сегодня хотели бы с Сергеем обсудить такую тему, если вы родитель, и, так сказать, ваши мечты и надежды, связанные со своим ребенком, были в том, что, ну, я хочу, чтобы вот он, она стала юристом, и тут, хопля, она говорит, а я хочу стать актрисой, или он говорит, я хочу стать актером. Что делать тогда родителю, как поддержать или переубедить ребенка, Сереж? Ну, вопрос в общении с ребенком, это больше психология, чем актерство, но поскольку я еще и психолог, поэтому я дам несколько советов. Какую мы тему классную нашли? Есть хороший прием, есть хороший прием, прием называется честность. Человек себя воспринимает не так, как его воспринимает окружающий, это факт, даже имея четкое представление и четкую информацию. Так вот, в первую очередь попробуйте начать с ним играть, играть в театр, играть в кино, попробуйте. Ладно, ты хочешь быть артистом, давай по приколу попробуем, вот, порассказывай историю, я поснимаю. Такой некий стендап, поснимаем видео, посмотрим, можно попробовать еще более конкретным путем. Берем либо известного стендапера, прям выучиваем его стендап и пытаемся ему подражать. Снимаем видео, ставим два экрана и сравниваем. Он сидит, вы сидите, смотри вот, Сереж, у тебя вот что-то вот это, давай попробуем подправить. И в процессе работы, когда он поймет этот ребенок, что это не просто вот так вот ха-ха, я там поулыбался, похихикал, мне бабла заплатили, я звезда. Слушай, так это хорошая идея, то есть мама или папа становится режиссером ребенка. Конечно, классно. А смотри, вопрос, будет ли являться главным фактором, если попробовать ребенку объяснить, что там нет денег? То есть юрист, он однозначно будет получать зарплату, причем хорошую. А вот актер, ну, если ты только станешь знаменитым актером, это будет являться тем самым, чтобы попробовать отговорить все-таки ребенка? Тут вопрос в ребенке, вопрос в семье, потому что есть прекрасные образцы, есть фильмы, есть много-много примеров, в которых сказано, что когда отец или там любимый человек открывает глаза женщине, девушке на то, что ты привыкла жить так. Ты привыкла там, это самое, Шанель номер пять, у тебя все там, все-все-все модные, а эта профессия, она случайная, она как бы не предполагает твердого четкого заработка. В театре, даже если ты заканчиваешь институт, и множество людей преподают этих несчастных, недоделанных артистов, режиссеров, преподают в школах общеобразовательных, рекламы. Я вот смотрю там, Headhunter, да, анализ проводили, в Headhunter только выпускается информация о том, что в какую-то частную школу требуется педагог по актерскому мастерству. И смотришь, сколько человек в данный момент смотрит, 70 соискателей в сиюминутно, понимаешь? А почему? Потому что артистов куча, выпускается много институтов, сейчас еще частные институты и курсы, и все выпускаются, и поток огромный, а объема фильмов, объема театров недостаточно. И люди тыкаются, мыкаются, и потом страдают, потом только ходят, рассказывают, а вот я там как-то мелькал там в каком-то этом. Это тяжелый труд, поэтому в первоначале надо показать, что это не просто создать какой-то образ, что он поработал, что так сегодня, причем это нужно четко, строго, надо вбить ему в график в дневной. Они же привыкли феерично существовать. Так, хочешь артистам? Давай. Значит, каждый день приходишь со школы, там, в 2 часа дня мы час фигачим с тобой, занимаемся речью этим, этим, снимаем на вид, они вспотевают, они, нахрен мне это нужно о профете. Еще там, где нет денег. Второй довод про деньги, впрямую опасно говорить, опять-таки, нужно, я говорю, можно говорить, если ты знаешь своего ребенка, что он без денежек ничего не хочет сделать. Есть такие дети, мы их знаем, что они, как бы, ну, не скажу корыстные, но они предприниматели, и им в этом смысле это будет служить доводом, но не всем. В целом это нужно, как дополнительный какой-то вес, нужно добавлять, а, знаешь, это, 24-я такая, а еще, там, это, голос, а еще там нет денег, какой голос-то, вот так, там тебе тяжело бы, еще денег мало. Конечно, американская мечта, все варианты, там, да, попасть в десятку, там, понятно, что звезды получают большие деньги, там, открывают рестораны, все это понятно, все это, как бы, мы с тобой знаем. Но это, как бы, мизер, это мизер, это вот такая вот, такая огромный, огромный пласт людей, которые выстроились в пирамиду, и по вашим спинам и головам идут вот эти звезды. Звезды, вы обратите внимание, звезды, звездами, если бы это обновлялось постоянно, но залезла наверх одна тусовка, и то он, значит, то, да, то он играет, значит, бандита, то он играет милиционер, и все одно лицо. Вспомните, недавно, еще 10 лет назад, безруков, кого только не играл, и Есенина, и Пушкина, и там Дантеса, и кого, всех переиграл, и все. Не пускают, не пускают, если люди куда-то залезли, то это все. Поэтому, так же, как и в любом мире, в любом профессиональном мире, существует какая-то элита, какая-то богема, которая старается отталкивать, оттаргать, если вы думаете, что одного таланта достаточно, нет, к сожалению, еще много-много вещей нужно приложить. То есть, родителю это все просто-напросто надо объяснить ребенку, вместе с ним все-таки попробовать поработать, да, и если ребенок сам уже не перехочет, то, в принципе, тогда помочь ему достигать каких-то высот и стать безруковым. Скажу точнее, не объяснить, потом поработать, а работая объяснять, не надо разделять, потому что, когда ты объясняешь, это нравоучительно, это да ладно, знаю, вы все старперы, вам там это самое, а мне-то повезет, все равно никто не верит, все равно каждый верит в свою планиду, что он единственный. Да ты, пап, что там, у тебя там не получилось, у меня-то зато получится, я круче, думает он. Поэтому объяснять не надо, объясняешь потихонечку, в процессе, вот так, вот так, вот так. А дальше, ну, помогать можно, попробовать помочь с точки зрения, и нужно объяснять всегда такие вещи, что готовить психологически нужно человека к падению. Кстати, да, вот к падению мне очень понравилось, но, кстати, можно же просто взять и сказать, ты туда не пойдешь. Слушай, я так сказал, иначе лишу тебя наследства, можно же и так еще сказать. И похоронить семью, и взаимоотношения все. Ну, зачем это? Я это с самого начала сказал, что эта штука опасная, категоричность в отношениях детей и родителей очень опасная. И это, ну, это сразу, сразу барьер. Сразу ты стоишь, ну, если у вас это так развивалось изначально, с рождения этого ребенка, то вы себя не перекроете. Вы все равно останетесь в таком, в такой доктрине, вы будете так существовать. Мы тут вам не поможем. Но если это есть выбор, то лучше делать более дипломатично, более аккуратно. И тогда он сам, у него возникнет ощущение, что он сам принял решение. А так вы, да, вы командным способом. И он будет мучиться, куда бы вы его не направили. Вы отправите его в повара, и у человека, только человеку стоит сказать, что так, делай вот так. Сразу отторжение, а уж тем более ребенок, подросток. Эта история очень непростая. Поэтому будьте аккуратными, пожалуйста, в своих стремлениях и в своем желании. В обратном тоже, когда человек хочет жить свободно, а вы говорите, нет, будешь хоккеистом. Я помню историю, у меня старший из сыновей, он хоккеем занимался. Мы ездили на дополнительные подкатки. То есть это, помимо основных тренировок там ежедневных, еще дополнительно в институте физкультуры были тренировки. И вот в основном, я был редкий там папа, в основном мамашки были. А мамашки, они жесткие. Они жесткие в желании звездой сделать ребенка хоккеистом овечкиным. Мой будет овечкиным. И вот этот мальчонка, вот такой, ниже борта в половину, он катается, такой тюк-тюк-тюк. И она, а сюда! Он подъезжает к ней на конечках. Она берет, это ужас, берет его за затылок и головой бьет. Ну он в маске, понятно, но она головой его стукает о борт. Ты чего? Ты чего? Не хочешь тренироваться? Вот что происходит. Поэтому это обратная сторона. Одна сторона люди отговаривают, а другая сторона люди наоборот заставляют чем-то заниматься ради какого-то. Я для тебя стараюсь, упаси Бог от этих слов в вас. Не произносите их никогда. Ничего вы для себя не стараетесь для него. Это вам так кажется, вы просто вешаете свои несостоявшиеся мечты на него. И он это чувствует. Если вы стараетесь для него, вы должны понять его и попробовать, я еще раз говорю, деликатно направить, чтобы он ощущал, что это он принял это решение. И это будет ваша победа. Вы должны быть хитрее, тоньше. Вы умнее, вы старше. Но по эмоциям он сильнее. С вами была Лара Шум. И Сергей Кожаев. Все, подписывайся на мой канал, ставь лайк. Есть варианты интересные, хитрые, они почти подлые. Какие? Они почти подлые. Это первый вариант. Вот вы четко понимаете, не хочу. Не хочу, чтобы он туда шел или она туда шла. Нужно договариваться с нами, договариваться с профессионалами и говорить, ребята, вот давайте организуем таким образом. Вы его послушаете, этого моего ребеночка. И компетентное мнение выражите, что ему лучше этим не заниматься. Это фонульно.